Здравствуйте, это канал Про Цветок и с вами Пашкёч Анна. И сегодня мы обсуждаем такую тему, чем же полить наши растения сразу после пикировки. Оставайтесь на канале, не забывайте про подписки и лайки, и наверняка вы узнаете еще много важного и полезного. Как вы видите, у меня на столе стоит рассада, которую выращивает мой коллега Дмитрий Кострицкий. Конечно же, Дмитрий распикировал рассаду своевременно. И поэтому, перед тем, как мы начнем обсуждать именно компоненты, которые нам необходимо внести в рассаду после пикировки, следует остановиться на сроках начала пикировки. Наверняка у многих из вас еще растения не распикированы, поэтому данная информация, на мой взгляд, будет крайне полезна. Итак, если мы будем говорить про профессиональные сроки введения пикировки, то однозначно будем смотреть на нашу рассаду. И как только мы начнем замечать появление первого настоящего листочка, то примем решение в пользу того, что пикировку необходимо уже начинать. Потому что именно когда появляется первый настоящий листочек, наши растения, будто перцы, будто томаты, будто баклажаны, они начинают закладывать цветочные кисти. И вот именно этот самый важный сигнальный момент, который говорит о том, что необходимо начинать пикировку. Сроки пикировки нами соблюдены, растения распикированы, поэтому давайте перейдем непосредственно к поливу растений теми компонентами, которые им крайне важны и необходимы. В более ранних видео я озвучивала тот элемент, который очень важен именно на стадии формирования рассады, а именно этот элемент фосфор. Ученые проанализировали и выяснили, что от сухого вещества от 2 до 8% именно фосфор закладывается природой в семена для того, чтобы затем, когда семена начнут прорастать, снабдить необходимым вот этим элементом питания. Почему же фосфор так важен для наших растений? Фосфор участвует в построении клеточных стенок, в закладке различных клеточных органелл, в синтезе всевозможных ферментов. Иными словами, это такой биологический катализатор, который, как я уже сказала, всасывается корневой системой, вносится и разносится по всему растению. Поэтому именно на стадии рассада, когда только начинает формироваться корневая система и надземная часть растений, фосфор является важным элементом. Также учеными были поставлены эксперименты, которые доказали, что именно фосфор является тем элементом питания, который правильно регулирует процессы газообмена. А именно, с помощью фосфора открываются и закрываются устицы. И поэтому, когда у нас недостаточное количество фосфора в листовом аппарате растений, и тогда происходит нарушение газообмена, происходит нарушение поступления воды, и растения начинают перегреваться. А сейчас возьмем, переложим эти особенности выращивания на те условия, которые характерны для нас. Для большинства квартир отсутствует возможность регулировать поступление тепла, и таким образом у нас постоянно сухой воздух, повышенная температура, а тут еще недостаток фосфора в корнеобитаемой зоне, и, к сожалению, наша рассада испытывает постоянные стрессы. Поэтому заостряю ваше внимание на том, что сразу после пикировки необходимо внести такой компонент питания, как фосфор. В каком виде можно носить фосфор? Самый оптимальный вариант – это такое удобрение, которое носит название монокалийфосфат или монофосфаткалия. В нем содержится фосфора порядка 50%. Удобрение хорошо растворяется, его не нужно большое количество. Достаточно развести 2 грамма монокалийфосфат в литре воды и пролить наше распекированное растение. Вторым компонентом, которым можно пролить рассаду сразу после пикировки, может выступить какой-нибудь корнеобразующий, корнестимулирующий препарат. Например, это может быть корневин, корнесил, радифарм. Но самым оптимальным и доступным, на мой взгляд, препаратом или веществом будет являться янтарная кислота. Возьмем всего лишь 1 грамм янтарной кислоты, разведем ее совместно с фосфорсодержащим удобрением в 1 литре воды и будем проливать наше растение. Именно янтарная кислота выступит в роли активизатора нарастания корневой системы, в то время как фосфор, как я уже сказала, выступит в качестве ключевого элемента питания, который способствует формированию хорошей здоровой рассады. Третье вещество, которое имеет смысл вносить на наземную часть растения, а именно опрыскивать стебли, листья нашей рассады, носит название эпин. Эпин, как вы знаете, это антистрессовый препарат. Он будет способствовать сохранению жизненной энергии, повышению адаптивной способности. Эпин также будет способствовать тому, чтобы наши растения более интенсивно всасывали питательные элементы питания из того грунта, в который мы их поместим. Иными словами, эпин, как я уже сказала, выступит в роли антистрессового препарата и таким образом вместе с фосфором и янтарной кислотой будет способствовать хорошему, здоровому росту и развитию нашей рассады. В конце этого видео хотелось бы дать ответ на некоторые комментарии в отношении азота, который, как нам пишут наши зрители, также имеет смысл вносить на стадии развития рассады. Конечно же, если у вас есть возможность создать оптимальные условия для роста и развития рассады, это соответствующий температурный диапазон, понижение температуры ночью, повышение в дневные часы, соответствующие режимы освещения и влажности, то азот имеет смысл вносить. Но если у вас нет возможности контролировать условия выращивания вашей рассады, если у вас нет досветки, если ваша рассада стоит на окне, на котором сквозняки, если у вас в квартире достаточно высокая постоянная температура воздуха, то о внесении азота я бы рекомендовала забыть. Потому что азот все-таки тот элемент, который способствует нарастанию именно наземной части, плюс отсутствие соответствующих условий выращивания будет провоцировать вытягивание нашей рассады. И к моменту переноса в грунт мы будем иметь вытянутую рассаду с интенсивно развитой наземной частью и со слабой развитой корневой системой, если особенно мы не будем вносить фосфоросодержащие удобрения. Поэтому, пожалуйста, анализируйте условия выращивания рассады в своих условиях и принимайте решение о внесении или не внесении азота или азотсодержащих соединений в рассаду. Итак, давайте подведем итоги. Для того, чтобы получить хорошую крепкую сформированную рассаду, сразу после пикировки ее необходимо пролить фосфоросодержащими соединениями. Также не лишним будет какой-нибудь антистрессовый препарат, например, янтарная кислота, подкорень и эпин по листу. Если ваши условия выращивания позволяют, то можно вносить азотсодержащие удобрения. Но лучше этого не делать или делать это с большим умом. На этом у меня все. Оставайтесь на канале Процветок. Оставляйте в комментариях свои пожелания по работе нашего канала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok